Дорогие подписчики, мы запускаем во внеурочное время прямой эфир, потому что поступил вопрос к отцу Илье вчера, уже после эфира, и мы решили, что ждать две недели до следующего раза, ну в данном случае неверно, и поэтому мы ответим на вопрос в коротком стриме прямо сейчас. Отец Илья присоединяется к нашему прямому эфиру, и мы поговорим на эту тему. Тема касается семьи, причастия и гражданского брака, поэтому, возможно, вам это будет интересно. Отец Илья вчера упомянул про новый документ православной церкви, и вот об этом мы сегодня и поговорим. Отец Илья, уже почти что с нами. Отец Илья, привычно вас видеть. Добрый вечер. Обычно успеваешь соскучиться за две недели, а тут зачастили. Вот, надеюсь, я все равно рад очень вас видеть. Христос воскресе. Весно воскресе. Взаимности исполнен. Храд видеть вас вас. Спасибо. Отец Илья, ну вот поступил вопрос. В общем-то, я его зачитывать не будем, он длинный. Коротко я его расскажу для наших зрителей, для тех, кто его не задавал. Пишет женщина, она говорит, что в течение 11 лет она находится в гражданском браке. И я так понял, сначала она не понимала, что это грех, а со временем воцерковилась и поняла, что это блудное сожительство. И очень сильно по этому поводу переживает. Муж ее особо на эту тему, ну, видимо, не парится и, как она говорит, в церковь не хочет ходить. Но она его не заставляет. И такой момент возникает, что когда мы живем в смертном грехе, да, то у нас не принято причащаться. Собаки. То у нас не принято причащаться, и эта женщина не причащается, потому что живет в блуде. Вот, но вы вчера, во время прямого эфира, который она тоже слушала, упомянули про некий новый документ, который соборно был, видимо, принят Русской Православной Церковью. Вот, что там сейчас эту тему более подробно рассмотрели, по части причастия в гражданском браке. Есть какие-то новые варианты на эту тему? Вот расскажите, пожалуйста. Ну, это постановление, документ довольно-таки не новый. Он был выпущен в конце ноября, в начале декабря 2017 года на Межсоборном присутствии, документ Священного Синода. Он не один, там их несколько, где каждый элемент церковной жизни регламентируется. Вот, один из таких документов, называется «О канонических аспектах церковного брака», второй, который тоже касается этой темы, о котором мы сегодня будем касаться, это документ о участии верных в Евхаристии. Вот, что касается первого документа, то там написаны канонические препятствия для вступления в брак, да, с кем может брак заключаться, с кем не может брак заключаться, вот, и так далее. Вот, а то, можно ли причаться или нет, это находится в другом документе, о участии верных в Евхаристии, в которых, да, написано было, что по пастырскому попечению, да, те, по чьей вине брак не заключается, то есть те, которые не виновны в том, что брак не регистрируется гражданскими законами, они могут быть допущены до причастия. Вот, только ярых противников этого для вразумления церковь рекомендует до причастия не допускать. Да, это что касается этого документа, его можно посмотреть, как и другие прочие документы, их довольно-таки много, и на сайте Патриархии, там есть раздел документы, где все по хронологиям, не по хронологиям, а по наименованиям расписано. Каждый может смотреть. Просто загуглить просто, да, наверное, об участии верных в Евхаристии, очень известно. Да, либо так просто написать, либо прямо на самом сайте патриархии.ру, то есть это наш официальный сайт Русской Патриархии Церкви, где это все, конечно, имеется. Что касается продолжительного сожития, я тоже читал этот вопрос, и там он задавался немножко следующим образом. После 11 лет, имея в семье детей, считается ли это блудным сожительством, или это уже как-то узаконивается, принимает в церкви? Ну, на самом деле, у греха нет срока давности. И если он имеется, то в течение какого-то времени он сам собой не упраздняется, не пропадает, если мы не приступим в какой-то измене покаяния. Даже более того, чем больше мы в этом грехе пребываем, тем больше увеличивается нагрузка на брак. Даже в христианских долгих браках, да, когда мы уже живем очень долго вместе, когда появляются какие-то разногласия, какие-то вот уже шлифавки характера мы проходим, да, нагрузка и так большая. А не имея вот этого Божьего благословения, мы как бы еще больше увеличим эту нагрузку. Вот. И дальше этот вопрос заключался в том, что мы не понимаем, для чего нужно заключать браки. Почему гражданский брак, который регистрируется в государстве, принимается церковью, а длительное сожитие, которое имеет плоды любви, потомство, да, дети, ну, истинное значение христианского брака, все равно является грехом и препятствием к причащению. Вот. Ну, здесь о чем надо вспомнить? О том, что институт брака, он очень хрупкий, да, и подвержен большой нагрузке и агрессии со стороны врага, будем так говорить, да. Тем более в наше время, когда мы живем, это было и первое христианство, тогда это называлось зрелищами, сейчас у нас другие искушения, да, которые тоже очень трудно преодолеваются. И если мы не заключаем брак у государства или перед лицом церкви, которая является священником, да, в данном случае принимающий таинство, осуществляющий таинство заключения брака, то мы даем обязательства сначала перед государством в ЗАГСе, потом перед Богом в церкви, что мы принимаем эту женщину, берем обязательства за нее перед государством и перед Богом. Вот без этого обязательства жить, конечно, можно, но это дополнительный стимул нам воздерживаться от греха, прелебудеяния или, как следует, ну, как называемых разводов, да. Да, поэтому брак, звучать все-таки следует. Это обезопасивает и саму женщину, и является дополнительным стимулом к воздержанию от какого-то прегрешения, да. Поэтому желательно, конечно, чтобы эти браки узаканивались. И примером этому служит, опять же, церковь, которая и своих священнослужителей обязывает к строгому соблюданию брака, хранению брака, да, и, как написано еще в апольских посланиях, епископ больше одной жены, то есть священник не может иметь больше одной жены, и даже если он или она до брака с священником имел другой брак, то этот человек не может быть священником. Это препятствие, каноническое препятствие к рукоположению, к принятию самого священства. И после того, как человек примет законный брак с женой, примет сам священство, то он уже не может жениться повторно. Если случится такой случай, что жена от него уйдет, или Господь его призовет к себе, то он либо уходит в монашество, но не сможет жениться второй раз. Тем самым, если женится, он будет извержен сам, то есть будет лишен священных сам. То есть вот как свято, церковь следит не только за верными чадами, но и за священнослужителем, то есть мы перед Богом все равны, и каждый перед Богом должен быть в ответе. Ведь когда мы не заключаем, не даем обязательства, у нас где-то под спудном может быть какая-то может закраться мысль, лукавый может нас соблазнить, что ну ладно, ну кто она тебе, да, можно ведь и налево сходить, и какие-то обязанности не выполнить. Очень часто в таких семьях во время конфликтов или каких-то вот разногласий могут получать такие слова, а кто ты мне? Ответственно, кто ты? Не жена, не подруга, не мать. Кто? Мы живем в неопределенном статусе. А здесь, после заключения брака, уже два тела в плоть едино. Получаем благословение, наставление от церкви и благословение на заключение этого брака. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами заключали этот брак. Это не просто хотение церкви, а это все, что делается в церкви, делается для нашего облегчения нашей жизни, для нашего спасения. Вот, допустим, про брак понятно, про пост опять же. Зачем мы постимся? Постимся летом, скоро будет апостольский пост, да, который закончится Днём Петра и Павла. Почему мы в это лето будем поститься? А потому что это жаркий период времени. После холодной зимы, после непонятной весны, большая нагрузка на организм. И поэтому церковь нас оберегает. Давай не покушай мясо, чтобы тебе было проще. И так далее. То есть все предписания, все рекомендации церкви идут по благо человека, чтобы ему было проще на пути к спасению договаривать какие-то искушения или даже бытовые трудности. Поэтому к этому надо прислушиваться. А что касается заключения брака с неверующими, ну да, здесь, конечно, не стоит, как мы вчера уже говорили, как-то усердствовать, напирать в этом вопросе. Потому что, может быть, какая-то агрессия произвелись. Но сначала надо понять самим, для чего нам это надо. И как-то потихоньку молиться Богу, чтобы Господь вразумил его. Ну и как-то вот к Божьей помощью добиться желаемого. Ну и все-таки, отец Виэм, спасибо за очень подробный ответ. Интересный. Да, мы, думаю, вы сделали его полезным не только для этой женщины, которая спросила, но и для многих других. Но вот возвращаясь именно к конкретной ситуации, да, что женщина 11 лет живет в незарегистрированном браке, она уже поняла, что как бы это все плохо. И муж, в принципе, согласился с ней пойти в ЗАГС, но очередь длинная, и только через полгода они смогут расписаться. И вот повторюсь еще раз, вас прямо напрямую спрошу. Она говорит, что очень хочет причащаться, что она великим постом много исповедовалась, каялась. Но к причастию подходить не стала по той причине, что, ну, она в блуде говорит, я живу. Я не могу, наверное, причащаться. Но все-таки вот вы нам сказали, что согласно, ну, современным правилам церкви, если вы, если ты хочешь брак зарегистрировать, и это не по твоей вине, как бы вы не можете этого сделать, то, получается, вот в ее случае ей можно, да, пойти к священнику и попросить его, чтобы он допустил ее до чаши, верно? Ну да, здесь идет, конечно, усмотрение и священника, который будет принимать исповедь. Вот, и это все дело довольно-таки индивидуально. Но давайте поправимся. Это не новое правило церкви, это рекомендация, да, документы, регламентирующие жизнь внутри церкви. Это не нечто новое, а исходя из современных реалий, какие-то по пасторскому, ну, по пасторской любви к человеку, да, к чадам, к чадолюбию, такие какие-то вот попущения происходят. Поэтому она имеет право. А что касается длительности заключения брака, то в этом тоже не проблема. Здесь же главная решимость и предпринятие этого решения. То есть, подав заявление в ЗАГС, мы уже с себя снимаем ответственность перед Богом, да, что мы, ну, имеем прямое желание, показываем Богу. Господь это увидит и примет наши молитвы, и наше покаяние, и наше приобщение в церкви. Тело крови Господней откликнется Господь на это, если мы сами правим желание. Поэтому пускай сердце ваше не смущается, вступайте с Богом, подавайте заявление, пусть будет полгода, пусть будет чуть побольше, пусть будет чуть поменьше. Это не препятствие, уже не должно считаться. По крайней мере, совесть, пускай ваша в этом не обличает. Отец Лео, спасибо большое. Мы напоминаем тем, кто смотрит нас на Ютубе, чтобы вы подписывались на наш Инстаграм паблик Небо Ближе, как раз таки, где мы с отцом Ильей, и отвечаем на ваши вопросы, проводим прямые эфиры, проводим розыгрыш книги отца Андрея Ткачева, вот вчера запустили. Поэтому всех вас ждем, ссылка в описании, либо в поиске в Инстаграме набирайте слова Небо Ближе. Вот и всех наших дорогих подписчиков, инстаграма мы поздравляем с продолжающимся праздником Пасхи. Благодарим отца Илью. Если у вас тоже есть вопросы, то вы можете задавать их в директ, и вам отец Илья лично ответит. Либо писать в комментариях, и мы ответим на них, может быть, как раз таки опять же в прямом эфире для всех наших подписчиков. Отец Илья, спасибо. Хорошего вечера. До новых встреч. И у вас, Ирани Господь. До свидания. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok